Сегодня будет тренировка с роликом гимнастическим, а именно поговорим о том, какие упражнения можно выполнять с этим роликом, в зависимости от вашей физической подготовки и от того, как долго вы с ним занимаетесь. Гимнастический ролик, как и другие снаряды, к нему тоже необходимо привыкнуть, к той работе, которую предлагает это приспособление. Если вы только купили этот ролик и решили заниматься, и у вас плохая подготовка, либо стабилизаторы не держат ролик, все придет со временем, потренируйтесь, все получится. На начальном этапе возникают проблемы, и кто пробует делать этот ролик, немного торопятся. Я сейчас объясню, почему. Первая ошибка, когда они начинают делать этот ролик, когда не хватает подготовки, это пытаются максимально вперед выдвинуться, когда не готова мускулатура, стабилизатор не готова. Для тех, кто только начинает работать с этим роликом, или только приобрели, работать необходимо с колен. Можно положить подушку, одеяло, чтобы колени у меня было так чувствительно. Начинается работа необходимо после разминки. Как я уже говорил, сам этот ролик работает отлично в нижней фазе, когда вы растянулись. Тогда пресс растягивается, ложится нагрузка на него. А когда вы уже поднимаетесь снизу, то опор меняется, и уже работа с прессом переходит в руки, в тритебсы, и так далее. Для начальной работы необходимо определить для себя расстояние, чтобы это было небольшое, и стопорить ролик в стенку, в моем случае это будет спинка дивана, и в дальнейшем, после того, как у вас начнет получаться, увеличивать расстояние, отодвигая колени дальше. Выглядит это примерно так. Вы выбираете свою дистанцию, для вас комфортно, и начинаете работать, упираясь в какую-нибудь опору. В дальнейшем, после того, как вы 15-20 раз сделали, или начинаете чувствовать это движение, можно отодвигать дальше колени, и пытаться увеличивать расстояние, которое задает работу. и таким образом вы очень быстро придете в такое положение, когда уже полностью с колен вы сможете без проблем выпрямляться и делать 15-20 повторений в одном подходе. Это что касается новичков, что касается для людей, которые уже занимаются и имеют какую-то среднюю подготовку, то же самое можно делать стоя, это усложненный вариант. И так же делаем дистанцию, упираем ролик в стенку и возвращаемся обратно. И так же отставляем ноги все дальше и дальше и пытаемся увеличивать дистанцию, до того момента, так как мы полностью выполним это упражнение. Это основные два момента при работе с гимнастическим роликом. При выполнении упражнений они делятся на две таких больших группы. Это выполнение с колен и выполнение стоя. А в дальнейшем, когда вы уже выполняете стоя, и вам хватает вашей подготовки, вы можете, в зависимости от вашей воображения, можете делать различные упражнения, добавляя сюда все, что захотите. Еще такой нюанс, при работе с роликом, когда люди начинают работать, вроде бы пресс держит, все хорошо, но в дальнейшем начинает болеть поясница, не стоит терпеть боль, надо прекратить это упражнение, либо добавлять упражнения на разогрев, либо прокачку спины, лежа на полу, делать разгибания на спину, на поясницу, чтобы укрепить низ спины. И таким образом вы избавитесь от этих болей, и будете выполнять отличное колесо. Также можно комбинировать упражнения с этим колесом, так как я уже сказал, что этот ролик отлично себя проявляет в фазе, когда вы растянулись, и пресс растянут, кубики растянуты, а момент сжатия чуть-чуть плоховато на работе. Можно комбинировать ваши упражнения на пресс скручиванием на полу, делать либо ролик первым, либо скручивания на полу обыкновенные, и добавлять, комбинировать вместе с роликом. Тогда у вас будет отличный пресс. Все, что хотел сказать про работу с этим роликом, оставлять свои комментарии, подписывайтесь на канал, смотрите следующее видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok